В 7 вечера в пожарную часть поступает вызов от приюта животных Бусинка. Спустя примерно 10 минут огнеборцы уже начинают тушить крышу, кровлю и стены здания. Несколько людей помогают выносить кошек. Личным составом было эвакуировано более 700 животных. Ликвидировали открытое горение примерно за полчаса. Огонь задел 150 квадратных метров. Специалисты пока не говорят о причинах возгорания. Однако работники приюта считают, что это случайное стечение обстоятельств, которое началось из-за котельной. Скорее всего это искра от печи и были стройматериалы возгораемые легко находились в непосредственной близости. Их просто не успели отнести. Обгорели две комнаты на первом этаже. На втором ярусе частично упал потолок из-за воды, которой тушили пожар. Дым был чуть ли не во всем помещении. Поэтому кошек буквально выпускали из окон и из последних сил выносили. Несмотря на запреты полиции и огнеборцев. Я понимала, что без меня они просто не выберутся. У них нет никаких шансов. И о себе я думала тогда в последнюю очередь. Естественно и пожарным, и полиции не нужно было, чтобы здесь еще кто-то погиб, сгорел. И в основном они занимались тем, что они следили за мной, чтобы я сюда обратно не забежала. Но получалось у них это слабо. Закончилось это все тем, что я со стресса, либо все-таки надышалась. Я потеряла сознание. И только тогда им удалось меня увезти в скорую помощь. А вы герой? К сожалению, все равно 9 кошек спасти не удалось. Это для нас большая трагедия. Тех кошек, что спасти удалось, переместили после пожара в целые комнаты. Сейчас по несколько особей ютятся в одной клетке. Часть отдали на передержку. Еще несколько сбежали, попутно поцарапав спасителей. Кто-то самостоятельно выходил и спокойненько вот здесь ожидал на диване. Ну вот у нас за моей спиной находится диван. Кто-то наоборот прятался, и мы находили его только спустя 3 часа после пожара. Кто-то, естественно, был в диком стрессе, и, соответственно, это сказывается на наших руках. Может быть, на мне это не так сильно, у мужа моего вспорят руки. У меня вот пальцы большие. Переместить животных некуда. Поэтому они, скорее всего, останутся в приюте. Для этого волонтеры сейчас делают генеральную уборку. Помочь все неравнодушные могут, перейдя по QR-коду на экране или переводом средств на эти телефоны. А помощь очень нужна. Тем временем власти Барнаула уже взяли на контроль восстановление помещения. Чем быстрее здание отремонтируют, тем больше шансов, что животные смогут пережить эту зиму. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. 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 Продолжение следует...